Новость о номинации на «Золотую маску» застала актера Владимира Морякина почти врасплох. Как раз шел поздравлять маму с днем рождения. В одной руке цветы, в другой мобильный телефон и шок. Он молодой актер, только что из института, и вот она. Слава нашла своего героя. В день, когда комиссия смотрела спектакль «История лошади», настроение у всех было боевое, говорит Владимир. На таком, наверное, кураже все работали, потому что труппа у нас молодая. В основном-то заняты все молодые артисты в этом спектакле, поэтому все на таком нерве работали. Но волновались, конечно, страшно было, потому что для молодого-то артиста сразу маска, Оскар, можно сказать, в театральной среде, в российской. Актеры театра «Грани» из Новокуйбышевска новости удивились не меньше. Редкий случай, когда театр номинируется второй год подряд. «Корабль дураков» представлен по трем пунктам. Спектакль «Малые формы», лучшая режиссура Денис Бакурадзе и лучшая работа художника по костюмам Елены Соловьева. Мне бы очень хотелось, чтобы Елена Соловьева получила такие золотую маску, потому что там не так много конкурентов, там, по-моему, четверо всего в этой номинации. Потому что, ну, действительно, там работа художника и как это все сделано из этого грубого льна, это, конечно, фантастическое. Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы и Денис Бакурадзе получил такие признания, получил эту статуэтку, эту маску. Мы были бы очень счастливы и рады. Главный дирижер Самарского театра оперы и балеты, лауреат «Золотой маски» говорит, что актеру, как спортсмену, нужно всегда тренироваться и оставлять планку на прежнем уровне. И уж тем более понижать ее ни в коем случае нельзя. Идти надо только вперед. Театр на хорошем уровне, на хорошем пути, идет с хорошей скоростью, что у нас есть топливо, что нам его хватает, что у нас есть энергия, что у нас есть запал и желание нравиться. Вы знаете, это такое важное чувство для артиста. Он должен быть всегда в такой вот форме, чтобы ощущать внимание публики. У театра оперы и балета тоже дубль. В прошлом году номинировались «Пиковой дамой». В этом – с леди Макбет Нценского уезда. Момент соревнования будоражит, признаются номинанты и хочется выиграть. Но, по словам экспертов, попасть в номинацию – уже победа. Номинация – это победа, потому что прорваться среди 900 спектаклей. В этом году 900 спектаклей со всей страны претендовали попасть в номинацию. Из 900 спектаклей – три наших – это огромная победа. Результаты «Золотой маски» огласят весной, но самарцам бесспорно повезло, что целых три лучших спектакля страны они могут посмотреть, не покидая родного региона. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.